И всем здарова, с вами Антромир и с новой бонусной неделей в нашей любимой Жита Анлин началась неделя независимости в честь одноименного праздника. На этой неделе у нас много различных скидок, выплата, а также эксклюзивных подарков, которые можно получить только на этой неделе. Кокстар у нас в этом плане прям расщедрились, что для них в последнее время огромная редкость. Как раз таки об этом мы сегодня в ролике и поговорим. Ну а если ты хочешь быть в курсе всех актуальных новостей в мире Жита Анлин, то не забывай про лайк, подписку и колокольчик. Также оставляй свои смочнейшие комментарии, интересные из которых попадают в видео. Ну и как всегда, любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость, тогда загляните в группу Кфасмилеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей всех современных консолей, будь то PlayStation 4, 5 и Xbox Series XS. В общем, ссылочку на группу я оставил в описании под этим видео. Ну и начнём мы, пожалуй, с уникальных раскрасок. На этой неделе вы можете получить аж целых 4 эксклюзивных раскрасок на ваш ПКП. Конечно же, эти раскраски у нас приурочены ко Дню Независимости. Они абсолютно бесплатные, если вы их поставите, то они останутся у вас навсегда. Раскраски сами по себе прикольные и смотрятся зачётно, учитывая, что на ПКП по факту больше нет никаких раскрасок и забрать их явно не будет лишним действием. Поставить их можно в вашем бункере в мастерской ПКП в меню модификации трейлера. Ещё одна вещь, которая вроде как стала доступна, это патриотические раскраски для МК-2 версии вашего оружия. Опять же, раскраски у нас праздничные и поставить их можно в любой мастерской для оружия. Самое главное, чтобы была модификация МК-2. Выглядит эта раскраска тоже зачётная, я сам её постоянно использую, вот уже несколько лет. По ценнику она тоже абсолютно бесплатная. И доступна она для всех видов МК-2 оружия. Следующая вещь у нас уже транспорт, который всегда раздаётся один раз в год, так ещё и бесплатно. Это, конечно же, Либератор. Купить его можно на Варстоке в самом низу списка за целых 0 долларов игровой валюты. Сам он не ставится в ваш гараж, а вызывается через меню Пегасус в вашем телефоне. По себе он имеет большие колёса и хорошую подвеску. В целом очень вайбовый и проходимый по местности. Машинка очень хорошо подойдёт для внедорожья и фана, рекомендую вам его успеть забрать. Ведь по факту машинка сама по себе легендарная. Ещё один транспорт на этой неделе, который тоже раздаётся всего один раз в год и который тоже относится ко Дню Независимости. И это мотоцикл Вестерн Саверайн. Купить его можно на жёлтом сайте во вкладке «Мотоциклы» в самом низу списка. И продаётся он со скидкой аж в целых 50% на этой неделе за 60 тысяч долларов игровой валюты. Что по меркам ЖТА вообще копейки. Интересно видеть, как Кокстер его зажопили за бесценок, но всё же мотоцикл реально стоящий. Сам по себе он чем-то напоминает полицейский из сюжетного режима, имеет хорошую скорость и управляемость, правда не особо поворотливый. В любом случае я вам рекомендую его взять, так как сам по себе он выглядит очень прикольно, тем более от 60 тысяч долларов и явно не обеднеете. За участие в бизнес-хватках на этой неделе вы можете получить различные пивные шапки, а также футболку статуя счастья. Что нужно сделать для получения? Вам нужно утащить хотя бы один ящик с бизнес-хватки, дабы вам засчиталось это событие. И после чего награда разблокируется. Чтобы выформить все шмотки, судя по всему, придётся несколько раз участвовать в этих бизнес-хватках. Это дело можно также провернуть гораздо проще с друзьями в закрытой сессии, если вы не хотите этого делать в открытой. Бизнес-хватка сама запустится рандомно в любой сессии от 4-х человек. Зовём друзей, тащим по ящику и формим друг другу эти шмотки. Да, вот такой вот лёгкий способ есть, который позволит вам быстро и легко получить эти награды. За их получение можете не беспокоиться, так как это те награды, которые разблокируются сразу после выполнения условия. А не те, которые вам должны прийти через когда-то там 10 дней. Так что в этом плане всё нормально. Также в магазине одежды у нас разблокировались все шмотки, приуроченные ко Дню Независимости. При их покупке они остаются у вас навсегда. В автосалоне Симона на этой неделе у нас имеется эксклюзивный транспорт, причём абсолютно весь. А именно, Anis Rea 7B удалён из продажи и купить его можно только тут, на этой неделе. Karin Burr имеет уникальную раскраску в честь Дня Независимости. True Fat D-Type и Vapid Bullet также удалены из продажи, и купить их можно только тут, на этой неделе. И Western Southern Rhyme это у нас ивентовый мотоцикл, о котором я говорил ранее. Возможность его купить даётся лишь один раз в году. Что из этого списка брать, учитывая, что весь транспорт имеет некую эксклюзивность, уже решать вам, основываясь на вашей хотелке. Всяко-разно рекомендую что-нибудь присмотреть тут на этой неделе. В вооруженном фургоне у нас тоже имеется ряд эксклюзивных пушек, которые вы сможете купить только на этой неделе и не сможете найти в амунации. А именно, панатомизатор очень полезная штука, особенно в тех случаях, когда у вас где-то в канаве застрял транспорт, и вам его нужно вытащить. Очень сильно помогает, в частности, на задания. Плазма-трон и лазерный автомат, это у нас просто инопричленские миниганы-автомат, которые, кроме своего стиля, ничего больше предложить не могут. Из амунации их убрали в угоду полезности фургончика. Всё же, кто хотел купить эти пушки, можете успеть на этой неделе. И, конечно же, тактический ПП, это у нас тоже одна из самых полезных ППшек в игре. Её нам добавили с обновлением San Andreas Mercenaries, и она очень имбовая, в связи с тем, что имеет хорошую скорострельность и магазин на 60 патронов. Крайне рекомендую вам заглянуть в фургончик на этой неделе и прикупить себе что-нибудь. И последние вещи, которые можно получить на этой неделе, это у нас события наёмники San Andreas. И действует она у нас до 12 июля включительно. И что же у нас там такого? Купите или уже, если купили, командный терминал и место для джитпака в Avenger, чтобы получить куртку Hunter Land. Продайте товар из ангара на сумму 500 тысяч долларов игровой валюты, чтобы получить кепку LS Pounders. Завершите все 6 заданий операции «Переворот», чтобы получить раскраску «Синий-зелёный камуфляж» для Avenger. И завершите все 3 операции LSA, чтобы получить раскраску «Конвейёр» для V65 «Молоток». Да, я знаю, что я уже несколько раз упоминал этот ивент, но всё же не упомянуть его в этом ролике было бы немного странно. Все эти награды за это событие вам должны выдать в течение 10 дней после выполнения условия. Так что глубоко верим и надеемся, что Кокстер в очередной раз нам не зажопят эти шмотки. Борьба с техподдержкой в этом плане, если что, бесполезна. Ну а на этом всё. Огромное тебе спасибо за просмотр. Если этот ролик для тебя был хоть как-то полезен и интересен, то поставь лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Ну а если тебе вдруг есть чем дополнить этот ролик, ты всегда можешь написать об этом в комментариях, ведь все комментарии я читаю, на них же отвечаю. Все полезные ссылки ты всегда можешь найти в описании. Но с вами был Антромер, всем удачи и всем пока-пока. Но если ты как-то досмотрел до этого момента, то почему бы тебе не глянуть ещё вот эти вот ролики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!